День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмершие, усталые, озлобленные, обессиленные, и, добравшись до Нар, почти в беспамятстве валились на них. С приходом заключенных барак наполнялся холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами. Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, все, что могли, и били при этом нещадно. Те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды. Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, а особенно политических в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайка, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде, как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода. Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином. И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его. Отец Арсений попал в особый, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться. Вначале кружилась голова, знобила от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечернюю, утреннюю Акафис Божьей Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так бывало всю ночь молится, а утром встает, и как будто силы есть, спал и сыт. Духовных детей у отца Арсения было много, и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в особый, все кончилось. В особый переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, а от установленного режима. Духовные дети отца Арсения считали, что он умер, обращаясь в органы, а там ответ один. Если перевели в лагерь особого режима, не значится. Было темно. Колонны заключенных, одна за другой, входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке отца Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били, и при обеде пайку не вотняли, то ли случайно, то ли у других шарашили. Двум лежащим больным досталось от обеда только половина пайкового хлеба. Да, отец Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху. Придя в барак, отец Арсений стал кормить больных, нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому. Дни через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время отец Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка. Что это за люди, отец Арсений не знал. Попали в барак больными с этапом, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком и не знал. Заботы отца Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли. И если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а отец Арсений и не спрашивал. По лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь? Как-то от одного больного отец Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову, отец Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Иван Александрович проговорил, молишься, папаша, грехи замаливаешь, и нам поэтому помогаешь. Бога боишься. А ты его видел? Посмотрел отец Арсений на Сазикову и с удивлением произнес. Как же не видел? Он здесь посреди нас и соединяет сейчас нас с вами. Да ты что, поп, говоришь, в этом бараке и Бог. Иван засмеялся. Посмотрел отец Арсений на Сазикову и тихо сказал. Да, вижу его присутствие. Вижу, что душа ваша, хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой, Серафим Саровский, тебя не оставит. Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал. Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу, откуда. Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя. Господи, помилуй меня грешного. Время шло. Работы надо было сделать много. И совершая ее, читал отец Арсений Акафисты правила про себя по памяти. Вечернюю, утреннюю иерейское правило. Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная. Таких историй в лагере были тысячи. Все одна на другую похожи. Революцию Октябрьскую делал. Слен партии 1917 года. Ленина знал. Армией командовал. В 1920 году в ЧК занимал большой пост. Приговоры тройки утверждал. А последнее время в НКВД работал членом коллегии. Но теперь его послали умирать. В лагерь особого назначения. В бараке репрессированные разные были. Одни за глупое слово умирали. Большинство попало по ложным доносам. Другие за веру. Третьих идейных коммунистов кому-то надо было убрать. Так как стояли поперек дороги. Всем им сюда попавшим необходимо было рано или поздно умереть в особом. Всем. Был идейным и Овсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали сразу вспомнил отец Арсений этого человека. Часто упоминалось от фамилии в газетах. Да и приговор отцу Арсения утверждал Александр Павлович. Когда постановление тройки о расстреле отца Арсения за контрреволюционную деятельность и о замене расстрела 15 годами лагеря особого режима зачитывали, фамилия эта запомнилась. Овсеенков был уже в летах. С виду лет около 40-50. Но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток. В лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиение, постоянная близость смерти бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей. И искренне верил тогда, подписывая приговоры на основании решения тройки, что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно враги народа. Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав насмерть десятки и сотни тысяч невинных людей. Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Овсенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер. Привязался Овсенков к отцу Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало часто, говорил отцу Арсению, душа человек вы, отец Арсении. В бараке так звал его большинство заключенных. Вижу это, но коммунист я, а вы служитель культа, священник, взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с вами, так сказать, идеологически. Отец Арсений улыбнется и скажет. Эээ, батенька, чего захотели бороться? Вот боролись, боролись, а лаги-то вас с вашей идеологией взял, да и поглотил. А моя вера Христовая там, на воле была, и здесь, со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет. А как Тарас сказал, мы с вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил. Ну, уже-то вы, отец Арсений, что-то путаете. Откуда я мог вас знать? Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, братва нашего верующих сотнями тысяч высылали. Кого куда, церкви, видимо-невидимо, позакрывали. Так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Первый приговор вы мне утвердили. Еще в 1939 году, опять же, по вашей епархии. Только одну работу в печать сдал. Взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо вам, расстрел особым заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам. Все вас дожидался. Но, наконец, и встретились. Бога ради, не подумайте, что я хочу упрекнуть вас в чем-то. Во всем воле Божия. И моя жизнь в общем океане жизни, капля воды, которую вы и запомните, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в его руках. ПОПИК Жизнь и работа в лагерях не человеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось. ПОПИК Говорили, спорили о науке, жизни, религии. Иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, делились воспоминаниями, читали стихи. ПОПИК На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников, это было поразительно. Особый жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку. И это помогало жить. Овсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше двух лет редко кто выживал в особом и думал, а сколько еще осталось ему. В зависимость от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи. И тогда в бараке невольно возникали землячества, состоящие из людей этих профессий. Все были забиты, но тем не менее, можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах. Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу. Люди горячились, старались доказать только свое. При этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений. Отец Арсений в спорах не участвовал, никому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а отец Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться. Интеллигенция барака относилась к отцу Арсению снисходительно. Одно слово попик, да еще при том весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет. Потому так и в Бога верит. Другого-то ничего за душой. Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек 10-12 художников, писателей, искусствоведов, артистов. Придут, бывало, с работ, в столовую сбегают, отдохнут. Пройдет поверка, запрут барак. Ну и начинаются разговоры о театре, литературе, медицине, искусстве. Оживятся, спорят. Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре. И один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим опломом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом, слушали его. Говорил высокий веско, с сознанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся отец Арсений, а высокий, как оказалось впоследствии искусствовед и профессор, снисходительно обратился к отцу Арсения. — Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания. Так не скажете ли нам, как вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи? Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший невдалеке и слышавший этот разговор, Овсеенков тоже невольно улыбнулся. Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный отцу Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться. Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был отец Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал. — Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю. И побежал дальше. — А попик-то не дурак, от срама сбежал. — Да, русское духовенство всегда было некультурным, — бросил кто-то фразу. Минут через десять к группе интеллигентов подошел отец Арсений и, прервав лекцию высокого, сказал. — Кончил я дело о своем, прошу вас повторить вопрос. Профессор посмотрел на отца Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучи студентов и размеренно произнес. — Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать. — О сокровищах Суздаля, Ростову Великого, Переславле-Залесского, Ферапонтово монастыря возможно слышали? — Иконы Владимирской Божьей Матери и Троицы Рублевого, вероятно, по церковным литографиям знаете. — Так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей? — Вопрос был профессорский, и все это поняли. И у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. — Ясно, что не ответят. По одному виду определишь. Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился, и, взглянув на профессора, произнес. — Взгляды на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существуют самые различные. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили. Но ряд ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что вы так пространно излагали в статьях ваших и книгах. Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православие, и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние, на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия на русский народ и его культуру было решающим фактором, начиная с X по XVIII век. Восприняв в X веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, живописи, икон, первых образцов, возведенных греками храмов, строя богослужения, описания жития святых русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры. Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись? Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе, как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых Его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренне образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа Его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божьей Матери и святых, и не даром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукой художника-иконописца вводил ангел Господень, а не сам иконописец. Русский иконописец древний никогда не подписывал именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа Его с богословения Божия создавала образ. А вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок. Взгляните на нашу древнюю икону Божьей Матери и западную Мадонну, и вам сразу бросится в глаза огромная разница. В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия, в иконах Запада – дама. Женщина, одухотворенная, полноземной красоты, но в ней не чувствуется божественная сила и благодать. Это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской Божьей Матери, и вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение. Отец Арсения будушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно. Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи. И, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Вуглича и Москвы, показал связи ее с православием. Ответ свой отец Арсений закончил словами. Строя церкви, русский человек во славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога. Говорил отец Арсений часа полтора, и, слушавшая его группу интеллигентов, замерла. Профессор потерял свой полноосмешливый и барстный вид, съежился как-то весь и спросил. Простите, откуда вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись, и архитектуру? Где изучали? Ведь вы священник. Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать, о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства, и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде. Ибо, профессор, многие люди, и вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа. Профессор еще более переменился и спросил. Кто вы? Фамилия ваша? В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас отец Арсений, как и вы, заключенный особого. Профессор подался вперед и с трудом проговорил. Петр Андреевич, извините меня, извините, не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретится со мною здесь под видом священника. И я задам ему глупый вопрос. Несколько лет не было слышно о вас, только статьи книги рассказывали ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с вами в полемику, лично не зная вас. Как вы, известнейшие ученые, стали духовным лицом? Потому и стал отцом Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем. И, будучи отцом Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское игорь. Действительно, в XVI-XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси. Сказал и пошел, а профессор и все остальные, и в том числе Овсеенков, остались стоять, пораженные и удивленные. «Вот тебе и попик, блаженненький, товарищи!» произнес кто-то из слушавших интеллигентов, и все стали молча расходиться. Овсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала относиться к отцу Арсению совершенно по-другому. Понятия Бог, наука, интеллигент для многих стали сближаться. Овсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в особом пытался жить обособленно от окружающих его людей. Потом сблизился с некоторыми из них, но, увидев, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей. Свою прежнюю жизнь Овсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, и их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял. Доклады и газетные статьи вот что заменило ему живого человека. Соприкасаясь с заключенными, увидел Овсеенков жизнь подлинную, невыдуманную, настоящую. К отцу Арсенью оттянулся Овсеенков. Необычное отношение ко всем безразличия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах, и как теперь он узнал глубокую интеллигентность и образованность, покорили его. Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от отца Арсения, но в то же время что-то необъяснимо притягивало его. С отцом Арсением чувствовал он себя хорошо. Трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал. Сазиков Иван Александрович оказался старым известным уголовником. Был он человек властный, жесткий. Уголовного братья знал хорошо и вскоре починил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом. Боялись его. Но в дела барака вмешивался он мало и как бы стороной. В первые месяцы после своего выздоровления отдалился он от отца Арсения и вроде бы замечательный стал, но повредив как-то себе сильно ногу, пролежал пять дней в бараке, рана стала загнивать и создалась опасность потери ноги. Освобождение продолжали давать, но положение не улучшилось и вторично выходил с Азикова отец Арсений. Попробовал с Азиков дать отцу Арсению подачку, но отец Арсений улыбнувшись сказал «Не ради вознаграждения вам делаю, а ради вас, человека, ради вас самого». Помягчал с Азиков к отцу Арсению «Мимоходом вроде бы я своей жизни рассказывал, а однажды вдруг сказал «Не верю я людям, а попам говорят и совсем верить нельзя, а вам, Петр Андреевич, верю, не продадите, в Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей». Мать у меня такая же была. Сказал и пошел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok